всем привет продолжим изучать unity с нуля и в этом уроке мы с вами во первых создадим проект unity 2019 3 кто не смотрел предыдущие видео по поводу разных версий рекомендую посмотреть а также все первые уроки если вы новичок абсолютно новичок в unity ссылку на плейлист я оставляю под этим видео а также на сайте elite.net предыдущих уроках мы сделали небольшую сцену я думаю что у вас получилось сделать не просто какие-то кубики и шарики а еще и что-то такое похожее на локацию или на какие-то объекты и я думаю что каждый догадался что для того чтобы закрыть unity нам необходимо использовать кнопку закрытие окна как ни странно давайте мы сейчас закроем этот проект заново запустим unity hub и создадим проект в unity 2019 и в принципе я могу изменить версию unity в unity hub вот здесь выбрать другую и уже в другой версии у нас будет открываться этот проект но пока мы сейчас делать это не будем я вот этому вот вопросу посвящу отдельный урок небольшой для начинающих а сейчас мы создадим новый проект unity 2019.3 и этот проект мы сделаем пустым 3d проектом для того чтобы увидеть как все начинается давайте сделаем назову этот проект from scratch 2019 3 принципе здесь можно использовать пробелы но я как-то по привычке их не использую так нажимаем create смотрим что мы создаем unity создаем проект unity 2019.3 нажимаем create нам снова необходимо немного подождать чем мощнее у вас компьютер тем меньше ждать это понятно чем слабее тем дольше и вот у нас создался новый проект unity 2019 3 пустой и мы видим что интерфейс внешне отличается он стал более таким плоским немного изменился шрифт немножко цветовая гамма но как говорится на любителя кому-то нравится больше этот интерфейс кому-то меньше нравится мы сейчас не будем спорить о вкусах а просто увидим небольшие отличия чисто внешне здесь все те же инструменты иконки немножко изменились но они абсолютно такие же но появилось еще кое-что новое вот еще одна кнопка но мы к этим кнопкам будем обращаться намного позже сейчас мы создали новый проект для того чтобы изучить очень важное понятие которое относится к той технологии которая используется в unity в его движке и это нужно знать для того чтобы уметь дальше программировать грамотно создавать проекты эта система называется компонентной системой мы с вами в принципе уже знакомы с окном сцены с окном game игры вот смотрите когда у нас создался новый проект у нас вот такой горизонт здесь появляется это тоже все можно изменить но к этому мы обратимся значительно позже мы немного коснулись окна иерархии но возможно начинающие не совсем понимает что это такое мы знаем что такое окно project и папка assets и вы видите что в пустом проекте у нас есть только папка sense и в этой папке уже есть сцена сэмпл сын это та самая сцена которая у нас сейчас создалась и открыто вот в unity 2017 если не ошибаюсь здесь было написано тайт вот и сцену нужно было сохранять и не было папки sense вот версии 2018 разработчики решили сделать вот таким образом чтобы начинающие разработчики не забыли что сцена у них должна храниться в папке assets и в папке sense не уверена что это самый лучший вариант но он тоже имеет право на существование и так мы сейчас с вами узнаем еще кое-что новое компонентной структуре о компонентной модели которые используются в unity давайте мы создадим новый объект причем мы это сделаем не через пункт меню game object а используем смотрите можно в окне иерархии использовать знак плюсик вот здесь а можно нажимать правую кнопочку мыши тоже у нас есть вот разделы для создания объектов но давайте для наглядности я нажму на плюсик и выберу create empty я создала пустой объект так называемый пустой объект у которого принципе ничего нет то есть вот в окне game у нас ничего абсолютно не изменилось зачем он нужен это просто . в трехмерном пространстве у которого есть какие-то координаты эти координаты возможно самые внимательные заметили мы видим в окне инспектор и в окне инспектор возможно тоже вы поэкспериментировали уже с примером проекта и создавали свои объекты вы заметили что есть какие-то разные свойства наших объектов вот когда мы создаем пустой объект у пустого объекта есть только компонент трансформ вот эти вот свойства они группируются по так называемым компонентом это важно запомнить потому что с компонентами мы можем работать также и программно и у компонента трансформ у нас есть три раздела свойств это позиция xyz rotation соответственно по осям и скейл тоже по осям мы можем задавать значение здесь можем прямо ввести например я хочу чтобы x у меня было 20 и моя . куда-то убежала куда она убежала не знаю давайте двойным кликом по ней кликнем вот сюда почему так далеко она сбежала вообще как ориентироваться давайте я отменю вот там мы находились а сейчас верну смотрите внимательно куда перепрыгнет эта . вот сюда в эту точку значит вот это вот расстояние у нас равно 20 что такое 20 20 это единица измерения в юнити на сцене так называемый один юнит это условная единица измерения которую сопоставляют с понятием метра то есть один юнит это один метр и соответственно когда мы от нуля набрали 20 мы перепрыгнули на 20 метров но условно конечно же можно придумать для своей локации другую систему отсчета не метр допустимо сантиметр да ну в принципе могут быть какие-то определенные искажения принято считать что это метр и если мы приблизимся к сцене то мы увидим вот такую вот сетку и каждая клеточка эта клеточка метр на метр это немножко чтобы вы могли ориентироваться дополнительная информация на сцене и вот эта вот сетка это как раз таки так и называется сетка координатная сетка которая помогает сориентироваться дальше вернемся компонентов у нас просто . из этой точки мы можем сделать конкретный объект добавив какой-то компонент но давайте добавим компонент который будет отвечать за отображение этого объекта на сцене этот компонент называется рендерер вот я набираю прямо аренды и выберу mesh renderer пока у нас ничего не появилось потому что помимо этого компонента mesh renderer нам нужно добавить еще компонент который задаст форму нашего объекта собственно mesh собственно вот этот вот сеть mesh это сетка тоже сетка уже отображение объекта можно нажимать на эту кнопку это компонента можно выбирать пункт меню компонент и иногда это даже удобнее потому что здесь все компоненты разбиты по группам тоже и для меша у нас есть так называемый mesh фильтр то есть есть mesh renderer который отвечает за отображение а есть mesh фильтр который отвечает за форму нашего объекта и здесь мы можем выбрать предопределенные меши например я хочу чтобы это было у меня например капсула и вот теперь из объекта пустого у которого были только координаты наш объект стал капсулой правда у нее такой странный цвет это связано с тем что у этого объекта нет материала о материалах мы поговорим в следующем уроке самое важное что вы должны сейчас понять это понять что у нас у каждого объекта есть набор компонентов но давайте этот объект я специально сделала пустой чтобы было видно как он изменяется все таки удалим не нужна нам эта сиреневость а добавим любой 3d объект например но сферу давайте добавим и посмотрим на компоненты которые у сферы у нас есть компонент transform у нас есть mesh фильтр у которого есть mesh сфера у нас есть mesh renderer и есть еще сфер коллайдер о коллайдерах мы тоже будем более позже говорить и есть еще дефолт материал который собственно и отвечает за то что мы видим его не таким сиреневым этот шар эту сферу а вот такого вот цвета в принципе это белый цвет но он выглядит достаточно черным почему потому что у нас включено освещение вот если мы его выключим то становится все такое серенькое об освещении тоже стоит отдельно говорить пока мы не будем на это тратить время но вот допустим если вам не нравится вот такое вот освещение можно просто свет выключить вот этой кнопочкой если мы отключим mesh renderer то наш объект не отображается фактически это то же самое что я этот компонент убрала но в принципе я могу его включать например программно включать и отключать если тот или иной компонент нам не нужен мы можем нажать на многоточие вот здесь в правом углу и выбрать remove компонент либо нажать правую кнопочку мыши и тоже нажать риму в компонент вот я удалила компонент и наша сфера теперь не отображается хотя у нее есть фир коллайдер вот если я выбираю то все равно это сфера но просто она не видна опять же коллайдерах мы поговорим немного позже все равно у нашего объекта есть координаты и в принципе у любого объекта на сцене должны быть координаты потому что каждый объект находится в определенном месте это логично и так еще раз подводим итог мы узнали о том что в unity используется так называемая компонентная модель и каждый объект становится таким объектом с такими свойствами благодаря тому что у него есть определенные компоненты например у камеры у нас есть компонент камера именно поэтому камера является камерой у источника света у нас есть компонент light свет соответственно он и работает как свет и так далее то есть любой объект начинает обладать какими-то свойствами благодаря тому какие компоненты он содержит своей структуре очень надеюсь что это было понятно потому что мы к этому будем возвращаться говорить о том что такое компоненты еще неоднократно когда будем уже начинать программировать я желаю всем успехов до встречи в следующих уроках подписывайтесь на канал пока пока